Доброго времени суток! Приветствую вас на канале Дистилье. Сегодня поговорим немного о теории, поговорим о способах отбора голов, тела дистиллята и хвостов. Начинаем с того, что дистилляция бывает первичная, то есть перегонка браги в спирцирец и дробная, при которой происходит разделение на следующие фракции головы, тела дистиллята и хвосты. Можно брагу перегонять сразу дробно, но в браге присутствуют дрожжи, а так как голову необходимо отбирать на очень маленькой скорости 1-2 капли в секунду, все это долгое время мы будем варить дрожжи, которые будут нам портить аромат и вкус готового продукта. Поэтому лучше производить первичную дистилляцию без отсечения голов и хвостов, в варианте пастилы, то есть без каких-либо насадок и без дефлегматоров, на максимальной скорости с максимальной мощностью нагрева. Главное, чтобы брага не пригорела, если она густая. После данной дистилляции мы получаем спирт цирец. Далее занимаемся перегонкой спирта сорца и называется это дробная дистилляция. Для дробной дистилляции необходимо спирт цирец разбавить до 20-30 градусов спиртуозности, то есть делаем спирт цирец, заливаемый в куб, не горючим. Итак, что такое головы, тело и хвосты? При дистилляции первыми закипают низкотемпературно кипящие фракции, то есть это ацетоны, метиловый спирт и другие. То есть происходит температурное разделение на фракции. Метиловый спирт и другие компоненты быстро кипящие являются ядом, их употреблять нельзя, они называются головы. Далее идет пятейная фракция, это этиловый спирт, который называется тело дистиллята и завершает дистилляцию всеушные масла или хвосты. Существует несколько способов отбора, поговорим о самых известных. Первый способ, который мы рассмотрим, это самый известный способ, но не самый точный. Данный способ больше подходит для сахарных браг. С каждого килограмма сахара, внесенного в брагу, отбирается 50 миллилитров голов. То есть если у нас брага 20 литров, в нее было внесено 4 килограмма сахара, то голов необходимо отобрать не менее 200 миллилитров. Нужно запомнить следующее, что головы отбираются со скоростью 1-2 капли в секунду. Далее идет тело. Тело мы отбираем до градусности 50, до спиртозности 50 процентов в струе, после чего идут хвосты. Следующий способ, это способ по температуре в колонне и в пубе. Головы начинают отбираться при температуре 64, от 64 до 76 градусов Цельсия в колонне. Тело отбирается до 80-81 градуса в колонне. Далее идут хвосты. Следующий метод, это расчетный метод по абсолютному спирту, полученному при первичной дистилляции. Рассмотрим пример. При первичной дистилляции мы получили 3 литра спирта сырца крепостью 40 градусов. Чтобы вычислить объем абсолютного спирта, необходимо 3 литра умножить на 40, разделить на 100. Итого у нас получается 1200 миллилитров абсолютного спирта. То есть спирта, который содержится в водно-спиртовом растворе спирта сырца. Далее для дробной дистилляции разбавляем наш спирт-серец до 20% градусности и заливаем в куб для перегонки. Для отделения на фракции используем следующий расклад. Головы 3% от абсолютного спирта, в объеме это будет примерно 40 миллилитров. Подголовье 7% от абсолютного спирта, в объеме это будет где-то 95-100 миллилитров. Тело 65-70% от абсолютного спирта, в объеме это примерно будет 900 миллилитров. Предхвости 5% в объеме это будет примерно 70 миллилитров. Далее идут хвосты 10% в объеме это получается будет где-то 300 миллилитров. И далее идут уже неотбираемые хвосты. Я вместе с вами сегодня рассмотрел все методы, о которых я вам хотел рассказать. Единственное, что хотел бы вам еще посоветовать, я предлагаю вам в момент дистилляции собрать весь дистиллят в разные емкости по 50 миллилитров и сделать на емкостях наклейки с надписями при какой температуре, делался забор, с какой мощностью и в какой отрезок времени. После чего изучить аромат всех емкостей и тем самым научиться распознавать по запаху головы, тела и хвосты. Это все, что на сегодня я хотел вам рассказать. Спасибо за внимание. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!